Драгоценное, действительно, когда мы славим Бога, это так важно, когда мы прославляем Его, когда мы превозносим Его имя. И тут важно, конечно, когда мы поем Богу, всегда помнить, что Бог ищет поклонников, которые бы поклонялись в духе и в истине. То есть поклонение – это не просто наш энтузиазм, это не просто хорошие эмоции, это не просто такая, знаете, некоторые думают, что прославление как будто такая психологическая подзарядка перед проповедью, как, знаете, такое нагнетение атмосферы перед выступлением пастора как будто. И знаете, что интересно, сегодня же в мире немало используют каких-то похожих моментов, которые церковь использует на прославлении, совсем не в христианских и даже не в религиозных целях. Если вы когда-нибудь были или видели, например, я не был, но я видел, да, когда какие-то современные некоторые бизнес-компании, бизнес-организации собираются, там какой-нибудь продукт они рекламируют, то иногда атмосфера напоминает прославление. Люди встают, они хлопают, там говорят, там, наш продукт, там, самый лучший, наше моющее средство самое лучшее, там, наша зубная паста, всем пастам зубная самая распрекрасная. И они стоят, и они долгое время, вот как-то Бог меня уберег, я никогда не был на таких мероприятиях, но я видел атмосферу, там, в Москве даже в Лужниках там проводили, просто вот эти там прокачка, и выходит там очередной бизнесмен, и все такие, а-а-а, уже там камера ходит по залу, у некоторых слеза, я думаю, господи, там какой-то порошок, он аж расплакался от умиления. Но, конечно же, люди плачут не из-за порошка, вы же понимаете, они с этим продуктом или с этим бизнесом, они с этим ассоциируют свою жизнь, они видят в этом своем преуспевание, успех, процветание, финансы, здоровье, лучший уровень жизни, новую квартиру, там, все хорошо, отдыхи в самых прекрасных местах мира, путешествия везде. И вот он стоит, тут дело же не в зубной пасте, и не в порошке, и не там в каком-то новом продукте, а дело в нем. Он вот связал это, и он хлопает, он думает, да, я буду на лучших курортах, да, я буду богатым, да, я перееду, наконец, из своей коммуналки, да, наконец, у меня будет все, у меня будет все хорошо, я стану богатым, стану успешным, буду на крутых машинах ездить, наконец. И вот он такой вот, и аж до слез. И с одной стороны, в этом вроде бы ничего плохого нет, но это обычное умиление эгоизма, потому что, ну а кто не хочет жить хорошо? А кто не хочет быть здоровым? Кому все равно, там, больной, без ноги, без руки? Да какая разница, лишь бы жив? Нет, мы хотим и с руками, и с ногами быть, да? А какая разница, где там живешь? Или там поехать в коттедж, или побрести в коммуналку? Нет, разница есть, да? Вот, и поэтому люди, конечно же, ну это, ну, мы хотим хорошего, мы хотим, чтобы у нас было все нормально в жизни, все было хорошо, вот. И поэтому они смотрят на этот продукт, и он для них как бы вот такой дверь в счастье. Вот я займусь там, уровень там, у меня там бриллиантовый достигнут какой-нибудь уровень, и все у меня будут по-другому, поэтому, 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 поэтому. Аж ладошки до красна добивают. Я думаю, вы понимаете, к чему я говорю? Прославление в церкви иногда может походить на то же самое. Просто у нас тут как бы ни порошок, ни зубная паста, у нас здесь Иисус. Ну, дяденька, жил 2000 лет назад, вот. Но вот этот Иисус, он нам поможет, и мы с ним связываем наш успех, и мы будем жить, и Иисус нас благословит, и Бог нас благословит, и все у нас будет хорошо, и машины будут хорошие, и жилье у нас будет хорошее, поэтому Иисус, 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 Иисус. Прославление эгоиста. Эмоций может быть много, нагнетений может быть много, но вы поймите, что истинное поклонение, оно именно, как подчеркнул Иисус, в духе и в истине, когда мы не то, что уже, знаете, приходим со своими программами, со своими решениями, со своими вот, у нас уже все есть, нам только от Бога нужно, чтобы Он нам помог, все сделал, все организовал, и как можно лучше, и как можно лучше. И об этом мы будем молиться, об этом мы будем просить. настоящее поклонение, оно в принципе иное. Когда ты приходишь к Богу, встречаешься с Ним, и во время этого, во время этой встречи может быть самое неожиданное происходить. Самое неожиданное. У меня в последнее время, вот когда я поклоняюсь Бога дома, вы знаете, как будто вот есть некое ощущение, когда я прихожу к Богу, как будто Бог, вот Он приходит, и Он многое разрушает в моей жизни, что, мне кажется, так хорошо было сделано, так хорошо было продумано, какие-то вот мои мысли, какие-то планы. Вот ты начинаешь поклоняться, и вдруг Его присутствие приходит, и словно, я думаю, некоторые понимают, о чем я говорю сейчас, словно вот то, что ты думал, то, что ты считал верным, вот как ты видел какие-то вещи или цели, которые ты ставил, они вдруг начинают рассыпаться, словно вот он приходит, и все. Меня жена знает, она иногда приходит во время поклонения, ну я вот сижу в комнате, поклоняюсь, она бывает заходит, а я сижу просто и реву. Почему? Она говорит, что плачет? Она говорит, я Богу молюсь, потому что мне иногда жалко, я говорю, Господь, это оставь, а Он это разрушает. Многие вещи меняют, многие вещи переосмысливаются, и тут никакого энтузиазма нет. Наоборот, ты сидишь разбитый, думаешь, Господи, если до молитвы я ничего не знал, то после молитвы я вообще ничего не понимаю. Вот бывает такое, пришел к Богу за ответом, ничего не знаешь, ушел, вопрос забыл даже. Понимаете, вот такая картина. Но это настоящие вещи. Если вы хотите встретиться с Богом, это одно. Если вы хотите прославить продукт, там, Арифлейм, Гербалайф, Иисус Христос Суперстар, это совсем другое. К сожалению, Иисус давно стал уже брендом и определенным, знаете, маркетингом. И иуды до сих пор есть, которые наживаются на Христе, получают свои серебряники, просто-напросто используют это. А их цель одна – быть круче, быть лучше. Я не хочу это критиковать, я просто хочу сказать, что поклонение – это совершенно иное. Совершенно иное. Мы приходим к Богу, и мы должны быть готовы ко всему, ко всему, что Он скажет, ко всему, что Он совершит. Иногда Бог приходит как судья, иногда Бог приходит как обличитель, иногда Бог приходит, это в Писании написано, созидать и разрушать, как разрушитель. И то, что ты там построил, и пришел к Богу, чтобы Он это благословил, Бог – все рассыпается у тебя. И ты понимаешь, что это вообще не то. И это не так, и это все было от тебя, от твоего кутума, какие-то твои планы, какие-то вещи, какие-то программы. И ты вот сидишь перед Ним, да, и начинаешь тогда осознавать многих людей в Библии, мимо которых ты раньше проходил там, Иов, другие какие-то люди, или я в некоторые моменты своей жизни был таким. Ты раньше проходил, а теперь ты понимаешь, иногда вот находишься так перед Господом. Но в то же самое время, ты знаете, для меня намного более ценно настоящее, реальное, пусть и сокрушающее меня порой, поклонение Богу просто от эмоционального нагнетания, просто от эмоционального подъема, понимаете? В эмоциях нет ничего плохого. Эмоции нам даны Богом. И хорошо, когда мы радуемся, хорошо, когда мы улыбаемся, но если мы связываем Бога только с положительными эмоциями, мы не сможем поклоняться в духе и в истине. Иногда это совсем нерадостно бывает, когда встречаешься с Ним, иногда это, когда читаешь, как герои Библии встречались с Ним, иногда они просто немели, встать не могли, да? Настолько присутствие Божье казалось им тяжелым. Это происходит по-разному. Если вы ходите в церковь только, чтобы Бог благословил вашу жизнь, у вас все было лучше, круче, успешнее, вы не сможете познать и переживать Иисуса, и не сможете по-настоящему жить с Ним. Но когда вы приходите к Нему, и вы понимаете, вы понимаете, что ваша жизнь, она конечная. И вот вы пришли сюда без всего и уйдете без всего. И вот, когда ты приходишь и думаешь, Господи, а зачем это все? Зачем это все? Мне недавно одна из верующих, хороших наших друзей с Дианой написала письмо, они сами из другого города, вот. И в этом письме есть такие маленькие, маленькую цитату прочитаю. Она для меня очень дорогая, очень меня сильно коснулись вот эти слова. И она говорит, Виктор, ваши проповеди очень-очень вдохновляют отца моего мужа. У него есть отец мужа живой, он слушает только вас и Осипова. Осипов – это один богослов православный. Ему 89 лет. Невероятно сильный человек. Занимается спортом до сих пор. Говорит, что вы помогаете ему приготовиться для встречи с Богом. Так по-настоящему это. Правда? Вы знаете, я когда вот это читал, у меня аж чуть слезы не вышли. Вот эти слова. Вы помогаете ему приготовиться для встречи с Богом. Почему у меня слезы были? Потому что много-много лет в лихие, как сегодня говорят, 90-е. Я помню, меня позвали молиться за одну женщину, умирающую от рака. Я поехал туда, до сих пор помню, на ЖБИ, там далеко ездили. И вот приехали, мы помолились, возвращаясь домой. И моя супруга спрашивает меня, говорит, ну как там? Ну, помолился. Она в последней стадии рака, и сестра умирает. Она говорит, о чем ты с ней разговаривал? Ну, я стал рассказывать. Я говорил об исцелении, о восстановлении, о том, чтобы там дух смерти уходил, дух рака уходил и прочее, прочее. И тут Диана, она задала мне такой вопрос. Она говорит, а ты, а ты говорил ей о вечности, ты готовил ее к смерти? Она мне так спросила, я говорю, Диана, в смысле, как к смерти? Нет, не готовил, конечно. Зачем? Она говорит, как зачем? А большинство людей, которые вот умирают от рака, они умирают или исцеляются? Я подумал и сказал, ну, они умирают. Если исцеляются, их, к сожалению, меньше. Она говорит, так, может быть, надо не только говорить об этом, но говорить о том, чтобы люди готовились к встрече с вечности, готовились к этому. Я тогда на нее сильно обозлился, потому что эти слова мне не понравились. Но, вы знаете, иногда тогда, что вот бывает, Бог говорит, а Бог нередко говорит через близких людей и даже через жен. Вот. И это раздражает. И это раздражает бывает. Но, вот знаете, есть вот фразы некоторые, которые я слышал много лет назад, но вот бывают западут, потому что я чувствую, что иногда как будто Бог использует разных людей, и вот есть слова, которые живут во мне. И вот эта вот фраза, она жила во мне, вот этот вопрос, который Диана задала, жил во мне, я думаю, ну, как ты приготовишь? Как? Ну, вот это засело в меня. И тут я читаю это письмо, что вот тут пожилой человек говорит, что вот проповеди Виктора помогают мне подготовиться к вечности. Вот. И я такой думаю, а ведь сработали ее слова, да, вот как-то засели. И я постепенно это вот стал об этом думать, и это как-то повлияло и на служение, безусловно. И это повлияло, безусловно, безусловно, на проповеди. Потому что действительно жизнь, жизнь бывает короткая, так важно, чтобы мы могли вот осознавать многие вещи, понимать многие вещи. И не просто, как нам кажется, а Божье присутствие, чтобы просвещало наш разум, просвещало очи нашего сердца. Потому что драгоценные, мы с вами разные люди. Я вот иногда общаюсь с людьми, и я четко понимаю, если бы не церковь, у нас вообще не было бы шансов с некоторыми пересечься, никогда бы в жизни. Церковь соединяет людей совершенно разных. Мы здесь совершенно разные, мы отличаемся. У нас там бывают разные хобби. Есть вот, например, такие для меня непонятные мужчины, которые ездят с удочками на рыбалку. Есть вот такие люди. Я их не могу понять. Они не могут понять, почему я не рыбак. Они говорят, Виктор, это же вообще ничего лучше рыбалки нет. Мне даже один раз, я купил удочку, купил все снасти, домой принес, и говорю, все, Диана, надо мне сейчас как-то рыбалкой мне заняться. Чудесное времяпровождение, я никогда не занимался. Ни разу эту удочку не использовал, ничего там не использовал, все у меня лежит до сих пор новенькое все. Ну, мы разные, кого-то тянет на рыбалку, кого-то не тянет. У нас разные хобби, разные вкусы, разные политические взгляды. Мы можем по-разному, у нас не одна политическая платформа. До сих пор помню, как общался с верующими, узнал, что у нас некоторые верующие, тоже, правда, давно было уже, вот, они голосовали за коммунистическую партию. Я такой думаю, как можно голосовать за коммунистическую партию? Вот они голосовали за нее. А потом подумал, ну вот, всякое бывает в Царстве Божьем, всякое бывает в Церкви Христианской, есть и такие верующие, есть, и может быть, мне непонятно, хотелось бы с ними спорить, но они говорят, нет, а нам непонятны твои взгляды. Я понимаю, что, да, и это, и вкусы разные, там, мы с Дианой уже два года являемся веганами, кто-то скажет, ну, это неправильно, мы скажем, нет, это правильно как раз, да, мы можем с тобой подискутировать, но знаете, что важно, что вот эти все наши различия, они не должны быть для нас препятствием быть частью одного народа, одной духовной семьи, правда же? Ну, есть разномыслия, разные взгляды, разные мысли, разные позиции, вот, но слава Богу, Иисус любит всех, даже тех, кто голосует за коммунистическую партию. Смешно, а если я так скажу, Иисус любит всех, даже тех, кто ест мясо. Уже не смешно. Вот, то есть мы, мы отличаемся с вами, мы отличаемся с вами, но в Библии есть некоторые важные принципы, которые должны нас объединять, и тут не может быть разномыслий там каких-то, есть важнейшие вещи, и сейчас идет неделя памяти жертв Холокоста, сейчас идет, и наша церковь уже не первый год участвует в этом христианском молитвенном марафоне, посвященном вот этой теме Холокост, жертвы Холокоста, ну и, конечно, чтобы все это не повторилось, и у нас в конце собрания будет небольшая программа специальная, подготовлена, там будут некоторые свидетельства, поэтому сегодня такое будет большое собрание, и моя проповедь будет не такой длинной сегодня, потому что там после меня еще будут некоторые свидетельства, некоторые видеоролики мы посмотрим, и молитва будет у нас особенная за это. Но в связи с этой темой, знаете, я хочу поднять вот такой вопрос, который для меня чрезвычайно важен, вот как так происходит, когда кто-то считает себя выше другого, потому что у него другая национальность, потому что у него другая раса, и он считает себя, вот у меня другая раса национальность, или материальный достаток, не знаю что, и он считает, что он вправе распоряжаться жизнями других людей, как ему нужно. Хочешь отправить в концлагерь, хочешь сгноит, хочешь еще что-то сделать, как такое происходит, почему такое происходит. И я хочу сегодня открыть одну историю и прочитать вместе с вами, которая записана в Ветхом Завете. Это вторая книга царств, 23 глава. Знаменитая история, но давно мы ее уже не вспоминали с вами на собраниях в церкви. Второй царств, 23 глава, с 14 стиха. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимский в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал, «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились к войстан филистимский и подчерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но он не захотел, не захотел пить ее, и вылил во славу Господа. И сказал, «Сохранит меня Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее?» Вот что сделали эти трое храбрых. Согласитесь, интересная история, в которой участвовал царь. Царь вот захотел пить. И не просто пить, а вот хочу пить, чтобы именно вода была из Вифлеемского колодца. У нас у всех есть какие-то свои желания, как мы говорим, свои хотелки. И если это хотелки царя, всегда находятся люди, которые готовы как-то эти хотелки удовлетворить. Его там узнали, что вот он захотел пить, и не просто пить, а вот именно из колодца Вифлеемского. А как Вифлеем был захвачен филистимлянами тогда. И вот трое храбрецов отправились туда, каким-то образом умудрились оказаться незаметенными, живыми. А может быть, их заметили, но они как-то отбились и принесли Давиду вот эту воду. И как поступил Давид, да? Так-то он мог бы выпить и наградить высшими государственными наградами этих троих храбрецов. Но Давид сделал иначе. Он понял, что вот, чтобы исполнить его хотелки, его желания, то, что ему кажется, что-то ему хочется, что-то вот так вот надо, так-то и так-то, да? А всем нам что-то хочется бывает. Эти люди рисковали своими жизнями. Поэтому это не просто вода. А это кровь. Кровь. А вы помните, что в Ветхом Завете Бог вообще запретил употреблять в пищу кровь? Потому что в крови душа. Кровь – это как символ жизни. Словно, чужую жизнь забираешь. Жизнь чужую берешь. На этом основана заповедь «Не убивай!» Нельзя проливать кровь. Так просто. Нет. И он увидел, что как будто это не вода, а это кровь. Кто он такой, чтобы вот так просто выпить кровь? Кажется, подожди, как кто такой? Царь! Ты царь! Люди должны умирать за тебя. Какая разница? Бывают и не цари с такими замашками, бывают, да? Как у знаменитой строки у Александра Сергеевича Пушкина. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам всем кажется, что ценна вот эта моя жизнь, а другие жизни, это как разменные монеты. Тремя жизнями заплатил за желание попить воду именно из Лифлеемского колодца. Еще и этим расплатился. Ну вот как бы вот так вот. Жизнь и жизнь, а сколько? Как говорил один наш исторический дед, тель бабы еще на рожают. Поэтому используй вот это. Все используй. Ради себя, ради сводовлетворения. Но Давид был другим. Давид понял, нет, я не могу, хотя я и царь, я не могу выпить эту кровь. Я не могу выпить вот эту воду, в которой жизни людей, риск людей. Потому что, если бы он, может быть, так сделал, это бы подзадорило. Выпил и наградил другие храбрецы. А хочешь, мы вообще там откуда-нибудь из Филистинского дворца тебе воду принесем или еще что-то. Тут же находится. Нет, он я такое не могу пить. Я не могу. Потому что, может быть, это я и царь, но это люди, люди Божьи. Как я могу просто так рисковать, просто так распоряжаться жизнями. Как? И когда, вот я недавно вспоминал эту историю, то мне пришел на память знаменитые слова из Экклезиаста. Экклезиаст 5 глава. И вот 7 стих. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному, в какой-нибудь области видели, когда бедного притесняют, и нарушение суда и правды, видели? неудивляйся. То не удивляйся. Они в то время не удивлялись. Нам-то чего удивляться? Потому что над всяким наблюдают высший, а над ним еще высший. Потому что там есть чиновник, а над чиновником чиновник, а над чиновником еще чиновник. То, что мы сегодня называем коррупция. Вот притеснение и суд, и все. Есть это, есть это. Удивляет это? Нет? Хотя огорчает. И восьмой стих. Превосходство же страны в целом есть цари, заботящиеся о стране. Не о себе заботящиеся, не над этими начальниками высшей, еще высшей, да? А о народе, о людях, о своей земле, о своей стране. И мы видим, что у Давида было такое сердце. Они же хотели как-то вот послужить ему, приятное ему сделать. Давид понял, никакое вот это приятное не стоит крови людей, не стоит такого безумного риска. Вот это приятное. Нет. Он не может это выпить. Ты же царь. Все равно. И вы знаете, и очень интересно скажешь, ну, наверное, Давид был таким человеком, Давид был таким человеком, вот особенным, вот он был таким человеком. Да таким же он был человеком, как мы с вами. Точно таким же. Да, он был особенным, поскольку он был призван Богом, но такая же была плоть. И такие же были похоти, вожделения, все было то же самое. И если мы с вами вернемся ко второй книге царств, да, вот мы с вами читали двадцать третью главу, а давайте почитаем немного раньше. Вторую книгу царств одиннадцатую главу почитаем. И вот здесь, ну, прямо с первого стиха, рассказ о том же царе Давиде, но только это было раньше случая, о котором мы с вами сегодня говорили. Раньше. Через год, в то время, когда выходили цари в поход, Давид послал и Аава, и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Видите, очередная война, это уже не с филистимлянами, а с аммонитянами, уже, ну, тоже с языческим народом. И вот в этот раз Давид был не со своей армией, не со своими храбрыми, а остался в Иерусалиме. Не знаю, почему. Может, устал, может, не хотел лишний раз рисковать, не знаю, но остался. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел в кровле купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елима, жена Урии, хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иаву, пришли ко мне Урию, хитиянина, и послал Иав Урию к Давиду. Видите, Давид тут несколько моложе, но он уже царь, и там идет сражение с амарикитянами, и его военачальник Иав ведет войско. Давид в это время находится в Иерусалиме, и вот как-то вечером видит очень красивая женщина. Он говорит, кто такая? Он говорит, женщина красивая, но у него муж есть. Но вот это хотелки, а я хочу все равно, а мне все равно, там муж, не муж, а мне без разницы, все равно, дайте мне ее. И вот ему привели эту женщину, он с ней переспал, и она забеременела. Так бы все что-то крыто было, но она забеременела. Что делать? Надо же как-то это вот, как-то вот надо вот. Потому что хотелки проходят, а проблемы-то остаются после этого. И вот он надо как-то вот это, вот это. И шлет письмо к своему военачальнику Иаву Урию, мужа этой Версавии. Пришли-ка с поля брани прямо сюда. Пришли. Пришел Урия, и мы читаем дальше. И Давид всячески пытался сделать так, чтобы, ну, Урия пришел к себе в дом, ну, и так, ребенок как бы от Урии. Но Урия не вошел в свой дом. Он пришел к царю, да, в Иерусалим, но в дом не пошел. Его спрашивают, почему ты не идешь домой, к жене? Он говорит, мои братья там сражаются, а я тут буду отдыхать? У жены под боком, под бочком? Нет. Что надо? И я вернусь дальше к моим братьям на линии фронта. И так, и всяко не пытались. Даже подпоить его пытались там в этой истории, чтобы он там пьяный, ничего не соображает. Нет. Ничего не срабатывало. Не шел он туда. И тогда, мы видим дальше, 14 стих, поутру Давид написал письмо к Иаву, к этому военачальнику, который был там на битве с самоликитянами, и послал его Сурию. В письме он написал так, поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда Иав осаждал город, то послал он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И что он делает, Давид? Пишет письмо военачальнику о том, чтобы сделали так, чтобы Урия погиб на поле брани. Дал Урии. И Урия возвращается в армию с письмом, где написан его смертный приговор. И мы видим 17 стих. И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа и слуг Давидовых. Был убит также и Урия, хитиянин. И послал Иав донести Давиду о всем ходе сражения и приказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимилеха, сына и Ярвалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жерного и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия Хитиянин также умер. И пошел посланный и пришел и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иав, военачальник, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду, одолевали нас те люди и вышли к нам в поле и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хитиянин. Тогда сказал Давид посланному, так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. так ободри его. Видите, военачальник Иав сделал все, как ему приказал Давид. Они погнались за врагами, дошли до стены и часть народа подошли прямо к стене, а остальные отошли. И их стали убивать, изельтан стали убивать. И убили и Урию, и еще некоторых. Прямо женщины, которые что-то там со стены бросали на армию Давида. И когда сообщили Давиду, да, вот там погибли люди, он сначала был возмущен, как погибли, вы что, зачем такой глупый маневр? Но среди погибших был и Урия. И тут Давид говорит, ну, всякое бывает, и так, и сяк. Молодцы. И видим мы, что за своих хотел, он как обычный царь расплатился жизнями людей. Там был и Урия, да, и еще некоторые, кто там оказался рядом с Урией. Все-все-все погибли. И нормально было Давиду. И не переживал он слишком, пока к нему не пришел пророк Нафан и рассказал ему притчу про богача и бедняка, про то, как к богачу пришли гости. И вместо того, чтобы взять из своего стада любую овцу, он взял единственную овечку бедняка, убил, заколол и накормил своих гостей. Возмутился Давид такой истории. достоин смерти богач. Он имеет так много, а забрал последнее у бедняка. Как так? Как он имеет право это? Ему богатство не дает такого права. Что, богатство теперь дает тебе право делать, что хочешь? Знатность дает тебе право делать, что хочешь? Распоряжаться чужими жизнями, чужим имуществом, как хочешь? Нет! достоин смерти, сказал вскипевшись справедливостью Давид. Тогда Нафан показал на него пальцами и сказал ты тот человек. Мы часто это не видим в себе, в своей жизни, потому что в своей жизни наша психика так устроена, она всегда нас оправдает. Этот погиб, ну, бывает всяко, ну, не погиб бы сейчас, погиб бы завтра, кто знает, неисповедимый пути Господь не бывает, так бывает, всяко. Мы всегда себя оправдаем. И в нас, в нашей плоти это живет, вот этот наш эго, эгоизм, который хочет использовать других людей ради, да не то, что каких-то великого, просто своих хотелок. А вот мне хочется. Двухногие твари миллионы, для нас орудие одно. И используешь людей, как тебе надо, как тебе надо. И Давид был таким человеком. Не рождаются одни люди идеальными, а другие ужасными. Вы понимаете? В нашей жизни все подвержено трансформации. И мы видим, что Давид, он не начинал с такого благородного человека, который, нет, я не выпью этой воды, это кровь людей, как я могу? Нет. он легко отправлял людей ради своих хотелок на гибель. Легко. Но в этом драгоценной и заключается работа Божья. Когда мы приходим в церковь, мы не просто, как я говорю, приносим сюда свои хотелки и просим Бог благослови. лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. И мы начинаем Бог благослови. А я еще это хочу, а я еще это хочу, а я еще это хочу. А тут приходит Нафан и говорит, да, размечтался. Приходит с обличением. И казалось бы, как такое может быть? Это же... А вот так это и есть настоящая работа с Богом. Потому что Бог – это не Дед Мороз. Потому что Бог – это не палочка-выручалочка. Потому что Бог – это путь истина и жизнь. И когда порой наша лживая, наглая, эгоистичная природа сталкивается с его истиной, вот что порой происходит во время настоящего поклонения. Не до смеха бывает. Как было не до смеха Давиду тогда. Когда все у него стало разваливаться. сказал Нафан многое про гибель этого ребенка, сына Давидова и про многое, про многое сказал ему. То есть драгоценное был путь от эгоистичного Давида, который легко распоряжался кровью других, к Давиду, который не смел пить воду, для него взятую с риском. Был целый путь. Вот это целая трансформация. Это так важно, драгоценное, чтобы эта трансформация была и в жизни служителей, и в жизни правителей, и в жизни пасторов, и в жизни проповедников, потому что ни один из нас не избавлен от этого искушения использовать других ради себя, ради своего эго, ради вот этих своих эгоистических хотелок. Никто не избавлен. Нам иногда кажется, что вот, все это для нас. Нет, все для него. Ну, понятно, для него, но и как бы и для нас, нет, для него. Или об этом легко услышать и легко говорить на это аминь, но в жизни это вообще происходит совершенно не легко, а очень трудно и очень болезненно. Как мы видим, это было в жизни Давида. Какая трансформация внутри него происходила. Как Бог ему показал, что настоящий царь, это не тот там, кто покрывает начальника, над начальником и над начальником и над начальником, а тот, кто заботится о стране. Настоящий пастор, проповедник, тот, кто заботится о своей церкви. Они используют как платформу для своего величия, для своих проповедей великих, которые любят людей, служат, настоящий пастырь, пастух. И вот, драгоценное, когда мы говорим, вот, о сегодняшней дате, очередной памяти, день памяти, трагедии Холокоса, да, когда кто-то посчитал, кто-то посчитал, не нравится мне твое лицо, не нравится мне твоя национальность, мне не нравится, как ты думаешь, мне вообще не нравится, как ты выглядишь, твой нос не нравится, мне не нравится твоя религия, а отправлю-ка я тебя в газовые камеры миллионами. Это то, что произошло в 20 веке. Почему такое происходит? Откуда берутся такие Адольф и Гитлеры, которые вдруг решают, что они могут этим распоряжаться, что они вправе, потому что они главы, да? Откуда? Вот из этой истории, о которой мы говорили, не было вот этой трансформации, нету этой сломки. Люди используют свой эгоизм, эгоизм, поумноженный на власть, да? Приводят к великим трагедиям, о чем мы видим, да? Когда буквально на государственном уровне уничтожали миллионы людей. И, конечно, сегодня мы вспоминаем вот эти 6 миллионов жертв Холокоста. Но ведь сколько миллионов наших с вами славян было также убито, уничтожено, задушено в газовых камерах, в концлагерях. Это произошло. Это произошло не когда-то. Знаете, мы любим вспоминать, нам казалось, что раньше люди какие-то дикие были, немножко какие-то странноватые, чудаковатые, там, в средние века, там, не мылись, не брились, да? Ну, что с них взять? А это 20 век. И не где-нибудь там на каких-нибудь островах далеких, а в самом центре Европы, в одной из самых ведущих европейских стран, меньше ста лет назад, все это происходило. И думаешь, как такое могло быть? Как такое может происходить? И, безусловно, когда мы вспоминаем об этом, а об этом надо вспоминать. Почему? Да для того, чтобы извлекать уроки, чтобы подобное не повторялось. Вот в этом суть и смысл этого памяти жертв Холокоста. В этом суть. И поэтому, когда мы с вами приходим к Новому Завету, мы читаем А вот смотрите, я на шестую главу знаменитые слова Иисуса Христа, которые Он сказал в синагоге в Капернауме. Евангелие Теана, шестая голова, пятьдесят третий стих. Иисус сказал же им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во мне и я в нем, как послал меня живый Отец и я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет мной. Видите, Иисус говорит совершенно невообразимые для иудейского разума слова, ведь они же знали Танах, Ветхий Завет, все эти истории, и в том числе историю про Давида, как Давид отказался пить воду из Вифлеемского колодца, как я могу пить, это же кровь от этих храбрецов, которые с риском добыли, нет, не могу, не могу пить их кровь, это их жизнь. Иисус приходит к людям, к людям, ведь, послушайте, мы иногда думаем, что это было что-то похоже, как у нас, нет, это были очень религиозные люди, у которых просто вот заповеди были, не скажешь, что они их исполняли всегда, но они их знали отлично, и они отлично знали, нельзя пить кровь, нет, нельзя это, в крови душа, в крови жизнь, Давид даже воду вылил, потому что она символизировала кровь трех храбрецов, не стал он этого делать, и тут появляется Иисус, и к людям, которые все это знают, все это помнят, говорят, говорит, если не будете есть мою плоть и пить мою кровь, не будете иметь части со мной, то есть, понимаете, это единственная кровь, которую мы, как христиане, можем пить, что и происходит, когда мы с вами принимаем причастие, у нас, наконец-то, в следующем месяце мы сделаем общее причастие, первое служение февраля будет, уже почти год, наверное, у нас не было такого большого массового церковного причастия, сделаем это, и вот мы берем это, и что это означает, как? Это единственная кровь, которую Бог нам разрешает пить, чтобы в нас была его жизнь, чтобы в нас, как говорит апостол Павел, были те же чувствования, что во Христе Иисусе, мы принимаем его, мы принимаем его, и когда ты по-настоящему наполняешься Иисусом, впитываешь в себя его, ты не будешь пить кровь других людей, ты не будешь вот этим вампиром, использующим других ради своих всевозможных хотелок, в этом есть настоящая вот эта христианская трансформация, и жизнь христианина, вот смотрите, в этом же Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 12 стиха прочитаю, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Видите, мы, люди Христовы, люди, в которых дух Христов, это те люди, которые не берут души других, знакомых, незнакомых, друзей, нет, это тот, кто полагает свою душу ради друзей, свою душу ради других, вот что такое христианский дух, вот что такое суть, суть христианства, тогда ты можешь стать другом Иисуса Христа, потому что исполняешь то, что он заповедует, поведует. И я абсолютно убежден, что настоящее христианство не номинальное, настоящее христианство, это и есть безопасность от повторения всяческого холокоста, всяческого этих катастроф и уничтожений. Как бы там себя Гитлер не позиционировал, как бы не позиционировало себя его окружение, это были обычные язычники, которые просто хотели пить кровь других людей и пили миллионами, миллионами жизней питались. Сегодня вспоминаешь об этом больно, страшно, как такое могло быть? Но намного более важный вопрос, как такое не должно повториться, как такое не повторить ни в судьбе Европы, ни в судьбе ни одной страны мира, как не повторить такое? Я вижу и нашел для себя только один ответ, это когда в тебе Иисус, когда в тебе жизнь Иисуса, тогда у тебя нет уже потребности еще какой-то там крови, тогда наоборот ты сам готов полагать свою душу за других, за друзей своих, за близких своих. Почему? Потому что в тебе живет Христос, в тебе живет Христос, в тебе живет Христос. Поэтому когда мы принимаем причастие и при этом пьем кровь еще других людей, то мы, говоря словами Павла, мешаем трапезу Божью и сатанинскую, когда на самом деле мы не христиане, то есть формальные христиане, как были многими формальными христианами, лидеры Третьего Рейха, но на самом деле ничего общее ни с Христом, ни с настоящей церковью это не имеет. И сегодня мы как церковь призваны возвышать свои голоса и молитвы за угнетаемых, за тех, кого попирают. Когда некоторое время назад один из лидеров еврейского движения брал у меня интервью, и оно будет потом в телевизионном марафоне, то в конце интервью он задал такой вопрос мне, он говорит, вот пастор говорит, а есть ли подобные вещи, гонения по национальности снова возникнуть, если дух антисемитизма, поднимется, а он, к сожалению, периодически поднимается. Готова ли сегодня церковь, ваша церковь, готовы ли вы встать на защиту? Потому что ведь в Третьем рейхе большинство церквей не встали на защиту и не возвысили голос. это, знаете, был такой сложный вопрос, я ему сказал, мне очень хочется верить, что да, но я не знаю. Потом после интервью мы с ним общались, он говорит, знаешь, я многим лидерам этот вопрос задавал, говорит, и как правило я жду такого ответа, конечно, если то, то мы встанем как один, заугнетаем их там. Когда ты отвечал, говорит, я вдруг сам задумался, не такой это и простой вопрос, как кажется на первое время, на первый взгляд, не такой это и простой вопрос. Поэтому с одной стороны хорошо, мы будем сегодня праздновать, да, и будем говорить о Холокосте, о жертве, послушаем свидетельство, но при этом хотелось бы, чтобы мы задали себе вопрос, не дай Бог, если что-то подобное будет повторяться, и мы увидим тех, кого будут угнетать, уничижать, по-национальному, по-религиозному, по еще какому-то признаку, мы готовы заступиться, мы готовы встать, мы готовы вопрос непростой, вопрос непростой, поэтому я рад, что такие собрания проводятся, это не наша инициатива, но мы участвуем в этом христианском молитвенном марафоне, посвященном жертвам, посвященном Холокосту, посвященном вот этим трагическим событиям, когда шесть миллионов невинных людей были просто уничтожены, сожжены только за то, что у них была не та национальность, в этом была их вина. Давайте сейчас закроем глаза и склоним свои головы. Всемогущий Господь, я молю Тебя, чтобы Твой Святой Дух действовал в нас, действовал в наших душах, действовал в наших сердцах, Господь. Я молю Тебя, Господь, благослови, благослови, чтобы мы менялись, мы преображались, Господь. Мы не просто желаем, чтобы Ты благословил наши мысли и наши планы. Бог, мы хотим, чтобы Ты давал нам свои мысли, чтобы вкладывал свои мысли в наши сердца, давал свои планы, давал свое направление. Меняй нас, Господь, преобразуй. мы верим, что Ты реальный и Твоя реальность сильнее всего, Твоя слава превыше всего, что сравнится с Тобой, Господь. И я молю Тебя, Боже, как Ты менял, Господь, жизнь многих и многих людей в Священном Писании, как Ты менял, Господь, царя Давида. Меняй, Господь, также нас, чтобы мы дорожили, дорожили людьми, дорожили ближними, дорожили те, кто нас окружает, дорожили нашей семьей, дорожили людьми, Господь, которые вокруг нас находятся. Благослови, Господь, благослови, чтобы мы могли дорожить, ценить и полагать души свои за друзей своих, за близких своих, Господь. Имя Иисуса Христа, благослови, 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 Господь Иисус. Единственная кровь, которую Ты призываешь нас пить, это когда мы пьем вино на причастии, чтобы быть единым с Господом Иисусом Христом, потому что Он отдал Свою жизнь за нас. Он отдал Свою жизнь нам, чтобы в нас была Его жизнь, чтобы в нас был Его Дух, чтобы в нас была Его слава. Слава Тебе, Господь, честь, хвала. Да будет во веки веков великий всемогущий Господь. И каждый верующий доскажет Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт Нью Лайф в раздел поддержать нас. Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк онлайн в разделе услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова